Браки, как известно, совершаются на небесах. На земле же, надежности ради, они могут сопровождаться подписанием брачного контракта. В этом документе каждая из сторон имеет возможность зафиксировать любые пожелания и капризы, и вообще дать волю своим фантазиям. Только бы потом эту бумагу подписал второй участник процедуры. В случае с королевскими особами первое правило брачного контракта, которое в свое время подписывали и Кейт Миддлтон, и Меган Маркл, гласит о запрете любой огласки содержания этого важнейшего документа. Хорошо, что другие знаменитости не собираются шифроваться столь же тщательно, поэтому можно узнать любопытные подробности некоторых весьма нетипичных брачных договоренностей. Мадонна и Гай Ричи До встречи с режиссером Поп-Диви уже приходилось бывать замужем, и из предыдущего опыта она пришла к выводу, что перестраховка при заключении брачного договора не повредит. Поэтому в свой брачный контракт с Гаем Ричи Луиза Чекони внесла и нечто примечательное. После восьми лет брака расторгнутого в 2008 году требования поп-звезды стали известны. Так режиссеру полагалось вместе с супругой читать книги по Каббале и всячески способствовать ее духовному развитию. Конфликтным ситуациям должно было решаться исключительно мирным и конструктивным путем. Здесь можно понять Мадонну, которая натерпелась от рукоприкладства предыдущего супруга Шона Пэна. Правота при этом всегда должна была оставаться за Мадонной, супругу же вменялось преданно, глядя суженной в глаза, кротко признавать свою вину. Более того, в звездном контракте прописывались даже определенные словесные конструкции, к которым следовало прибегать Гаю в случае ссоры, например, «Я понимаю, что мои действия расстроили тебя, пожалуйста, давай решим эту проблему вместе». Друзья Ричи рассказывали, что Мадонна даже повесила контракт на стену в их общей спальне, и когда отношения давали сбой, как правило, напоминало «контракт, дорогой контракт». Прошло время, и Гай Ричи уточнил причину расторжения брака. Это были вовсе не странные пункты в договоре, а то, что Мадонна утратила чувство самоиронии. В какой-то момент в нашем доме совсем перестал звучать смех. Луиза, одержимая собственным имиджем и, конечно же, своим статусом, сочла, что имеет влияние на все и вся в мировом масштабе. Многие из ее окружения поклонялись ей словно какому-то божеству. В конце концов, Луиза и сама поверила, что она действительно и есть божество. «А я помню время, когда она относилась к себе с юмором, и это было здорово. Мы были абсолютно нормальной семейной парой», — вспоминал Гай Ричи. Марк Цукерберг и Присцелла Чан В семье одного из самых богатых людей на планете и его супруги трещин не наблюдается. Не исключено, что благодаря одному интересному пункту их брачного договора. В 2012 году накануне свадьбы жених и невеста прописали обязанность ходить на свидание друг к другу не реже одного раза в неделю. Как минимум 100 минут непрерывного свидания и точно не в Фейсбуке. Эта мера призвана была укреплять брак элементом романтичности и служить защитой от бытовой рутины. В случае невыполнения условия контракта виновная сторона должна облагаться изрядным штрафом. Как будет разделено семейное состояние в случае развода, не сообщается. Вполне возможно, что такого пункта в соглашении ботаника-миллиардера и девчушки из пригорода просто нет. Друг с другом супруги, родители двух дочерей, расставаться не планируют. Известно также, что пара намерена в течение всей жизни пожертвовать 99% ценных бумаг на благотворительность, что со временем должно составить порядка 45 миллиардов долларов. Марк и Пресцилла обычно немногословны относительно своего семейного счастья. Однако появление третьего в кавычках ребенка совместного благотворительного фонда сделало Пресциллу чуть более откровенной. Положа руку на сердце, это очень весело. Мы постоянно учимся друг у друга, дополняем друг друга, вдохновляем, заставляем развиваться и мыслить шире, сталкиваясь с проблемами. Дастин Хоффман и Лайза Готциген Мисс Готциген, адвокат по профессии, вступила в брак с голливудской звездой не ради его миллионов. Хоффман был известным сердцеедом, поэтому Лайза настояла на внесении в договор не совсем обычных пунктов. Так она потребовала, чтобы актер выбирал проекты, в которых не было бы не только постельных сцен, но даже поцелуев. Деловые поездки Хоффмана не могут длиться более двух недель, но и в этом случае выходные дни супруг обязан проводить дома с женой. Дастин согласился на все и не прогадал. В следующем 2020 году супруги отметят сороковую годовщину брака, в котором появились на свет четверо детей. Дастин Хоффман называет секретом долгого брака кристальную честность. Это приходит тогда, когда понимаешь, что жизнь не бесконечна. Я часто говорю своей жене, у меня осталось слишком мало времени, которое я могу провести с тобой. Отношения с женой для меня слишком важны, чтобы ставить их под угрозу, поэтому я считаю, что верность – это разумно, говорит Дастин Хоффман. Билл Гейтс и Мелинда Френч Вряд ли кто-нибудь подумал бы, что папа операционной системы Windows может оказаться гулякой. Но, похоже, его будущая супруга о чем-то догадывалась. Раз внесла довольно странные условия в брачный договор – отпускать супруга раз в год к очередной пассе и потом встречать его без упреков. Мелинда разрешила мужу адюльтер раз в год. За превышение этого лимита Билл обязался платить по 20 миллионов долларов за каждый дополнительный эпизод. Пункт довольно странный, если вспомнить, что друзья никак не могли вынудить 38-летнего Билла выйти из библиотеки и познакомиться хоть с какой-нибудь девушкой. А его встречу с его будущей женой Мелиндой восприняли как чудо. Сегодня на счету пары 25 лет в браке, бизнес-партнерство и трое детей. А Билл все так же не верит своему счастью. Удивительно, но Мелинда заставила меня захотеть на ней жениться. Очень странно, ведь это абсолютно противоречило моим рационалистическим соображениям относительно брака. Николь Кидман и Кит Урбан Николь Кидман одна из самых востребованных голливудских актрис, потому что умеет трудиться без устали. Таких же принципов придерживается она и в семейной жизни. Разрушительный брак, с Томом Крузом, который приложил все усилия, чтобы отсудить у бывшей жены единоличную опеку над приемными детьми, как ни странно, только укрепил в Николь веру в сильную половину человечества. После знакомства с австралийским певцом Китом Урбаном она вновь почувствовала себя счастливой. Но, получив предложение руки и сердца, не захотела подписывать контракт. Однако юристы настояли. Многоопытные адвокаты разглядели в непутевой рок-звезде, чересчур увлекавшейся горячительными напитками и психотропными стимуляторами, не самую надежную партию для принцессы Голливуда. Поэтому Николь все же заключила контракт и внесла в него пункты о трезвости. За каждый год, прожитый в завязке, Киту полагается поощрительный приз – 640 тысяч долларов. Молодожен все подписал и буквально спустя пару месяцев после свадьбы оказался в реабилитационном наркологическом центре из-за очередного срыва. Николь не бросила мужа, напротив, проявила чудеса терпения. Урбан взялся за ум и в 2008 году у них родилась долгожданная дочь Сандэй Роуз, а еще через пару лет вторая девочка Фейт Маргарет от суррогатной матери. Не так давно Кидман поделилась своими секретами семейного счастья. «Конечно, я много работаю, но когда я с семьей, то полностью отключаюсь от всего остального. Мы с Китом живем тихой, простой, спокойной жизнью. И мы сами сделали эту жизнь такой. Раньше у меня был кабинет прямо в доме, но я от него избавилась, и это лучшее, что я когда-либо сделала. В нашей спальне нет телевизора. А еще я очень рекомендую отказаться от компьютеров в кровати», – советует Николь Кидман. Кэти Холмс и Том Круз Пожалуй, не будет преувеличением сказать, что самый скандальный брачный договор в Голливуде был подписан Кэти Холмс и Томом Крузом. Скажем сразу, что в финансовом плане документ был почти драконовским. Кэти получала на содержание общей дочери Сури 400 тысяч долларов. Это было, в общем-то, и все. Тот факт, что актриса в 2012 году все же решилась расторгнуть брак, кажется странным. Но проясняет ситуацию брачный документ. Согласно контракту, содержащему аж 880 пунктов, юная супруга должна была соглашаться со всем, что говорит или думает ее муж. Ей запрещалось шутить по поводу его нетрадиционной сексуальной ориентации. Она была обязана поддерживать в доме счастливую атмосферу. Должна была отказаться от своей католической веры и принять саентологическую церковь. А если вдруг начнется межгалактическая война и на Землю вернется к Сену, саентологический властелин Галактической империи, якобы существовавшей 75 миллионов лет назад, то супруга обязана была бы взять рожденных в браке детей и последовать с мужем на межзвездном корабле на обитаемую планету Тигиак. В противном случае никакой финансовой помощи от мужа она больше не получит. Не исключено, что Кэти, которая мечтала выйти замуж за кумира своего детства, просто решила исполнить свою мечту любой ценой. Тем более, раз уж она оказалась у алтаря и поэтому подписала все не глядя. Условия развода стали не меньшей тайной, чем условия брака. Поэтому до сих пор Кэти Холмс не проронила ни слова о причинах его расторжения. Известно лишь, что она пошла на беспрецедентные меры, чтобы максимально оградить дочь от влияния странного отца. Кэти отказалась от финансовых притязаний, обязалась хранить молчание о жизни в браке с Крузом и согласилась не афишировать свои отношения с другими мужчинами. Кэти Холмс